Здравствуйте! Это библейский портал экзогет.ру. Сегодняшняя тема «Мир мой даю вам!» Прощальная беседа Господа с учениками, часть пятая, Евангелие от Иоанна, 14 глава, с 22 по 31 стихи. В предыдущей части беседы, которая проходит во время Тайной вечери, Господь Иисус Христос сказал ученикам, «Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить», 14 глава Евангелия от Иоанна, 19 стих. Если мы учитываем особенность употребленного здесь евангелистом Иоанном Богословом греческого глагола «theoreo», который означает «созерцать», наблюдать то, что может существовать, но при этом быть невидимым для обычных физических очей, то эти слова Господа Иисуса Христа лучше бы перевести следующим образом. «Еще малое время, и мир уже меня не сможет созерцать, а вы же сможете меня созерцать, потому что я живу, и вы будете жить». Собственно, эта фраза Господа и послужила вопросом, который задает ему апостол Иуда, 14 глава, 22 стих. «Иуда, не искариот, говорит ему, Господи, что это, что ты хочешь явить себя нам, а не миру?» Евангелие подчеркивает, что это другой апостол, которого также звали Иуда, но при этом указывает, что не искариот. Подчеркиваю, что Иуда, и искариотский предатель, ушел и больше не вернулся. Предатель не присутствует во время этой части беседы. «Господи, что это, что ты хочешь явить себя нам, а не миру?» Вероятно, ученик Христов продолжает мыслить в понятиях евреев того времени относительно царства Мессии. Ведь Мессия должен царствовать над всеми. Он должен явить свою славу и могущество как для всего еврейского народа, так и для всего мира. Но если Мессия себя явит только отдельным ученикам, а остальным себя не явит, получается, что он и не будет ни царствовать, ни господствовать над остальными. Поэтому апостол и задает такой вопрос Господу Иисусу Христу. Кроме того, не совсем понятно было для учеников, что значит, что Христос явит себя только им. Они могли подумать, что он придет как некий призрак, как воспоминание, но не как живой человек. Поэтому Господь Иисус Христос отвечает. 23 стих. Иисус сказал ему в ответ. В этих словах Господь указывает на то, что Он являть себя будет ученикам не тем физическим образом, когда Его можно явно увидеть глазами, но будет себя являть духовно, ибо Его царство – царство духовное. А потому Он себя явит только ученикам, что они соблюдают Его заповеди. А раз они соблюдают Его заповеди, то они проявляют любовь к Нему, соответственно, они будут возлюблены не только им, но и Его Отцом – Отцом Небесным. Поэтому, если в начале беседы Господь Иисус Христос говорил, у Отца Моего обители много, а если бы было не так, то я бы сказал вам, я иду приготовить место вам. Он говорит о тех обителях, которые в царстве Божьем в жизни будущего века. Но и здесь он говорит об обителях. Используется тот же самый греческий термин – мони. Но здесь уже речь идет, конечно, не об обителях физических, а об обителях духовных, а об обители, которые находятся в сердце верующего человека. Поэтому получается, что Христос вместе с Отцом Небесным будут являть себя только тем, которые смогут укорениться в любви через исполнение заповедей Христовых. 24 стих. Не любящий меня не соблюдает слов моих. Слово же, которое вы слышите, не есть мое, но пославшего меня Отца. Поскольку тот, который не любит Господа Иисуса Христа, он не может и не желает исполнить Его Слово. По этой причине, не исполняя Его заповеди, не исполняя Его слова, такой человек не проявляет любви не только ко Господу Иисусу Христу, но и к Небесному Отцу. Поэтому ни Христос, ни Отец духовно Ему не являются, так чтобы можно было их созерцать. И поэтому Христос являет Себя только Своим ученикам. 25 стих. Господь готовит учеников к тому, что Он будет распят на кресте и погребен, и они в течение почти трех дней не будут Его видеть. А потом Он воскреснет, будет им являться явным образом, но после этого вознесется, продолжит действовать среди учеников, среди верующих, но действовать именно духовно, невидимо для физических очей и, видимо, для Духа, для созерцания. Поэтому дальше Он объясняет, кроме Него будет действовать третья ипостась Святой Троицы, которую чуть раньше Он назвал Дух Истины. А в следующем 26 стихе Господь называет эту третью ипостась так, как у нас обычно она именуется и в догматическом богословии, и в нашем православном богослужении – Святой Дух. «Утешители же, Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Христос исходит из того, что Он уже многое открыл ученикам, говорил и наставлял их во время общественного служения, очень многое открыл сейчас во время последней беседы, но не все они могут уразуметь, не все они пока что еще готовы понять и принять. Поэтому, когда Он будет вознесен к Отцу, придет иной, который не меньше Отца и не меньше Его, также Бог по существу, но которого прежде Он назвал Дух Истины. А здесь называют как термином «утешитель», уже тоже употребленным прежде, так и выражением «Дух Святый». «Утешители же Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое». Итак, Отец пошлет Духа Святого в мир, и, конечно, речь идет о временном неспосылании Святого Духа в человеческую историю, ибо Святой Дух исходит от Отца в вечности, так же, как и Сын Божий рождается от Отца в вечности, еще до сотворения мира, и при сотворении мира, и всегда, ибо категории времени неприложимы к Богу. Итак, Дух Святый рождается от Отца в вечности, но начиная действовать преимущественно Святой Дух во времени, в человеческой истории, именно после вознесения Господа Иисуса Христа, когда произойдет обильное сошествие его даров на апостолов в день Пятидесятницы. Очень важно понимать, что единство природы Отца и Сына и Святаго Духа, а три ипостаси едины по божественной природе, означает также и единство их действий, ибо действие есть характеристика природы. Поэтому, конечно же, и в Ветхом Завете Отец действовал через Сына в Духе Святом. И когда воплощается Сын Божий, то, конечно же, вместе с Ним действует и Отец, и Святой Дух. И когда Сын Божий Иисус Христос воплотившийся вознесется, будет действовать не только Святой Дух, но и Отец, и Сын. Почему же и здесь, и в других местах Господь различает Отца и Себя, Сына и Духа, Утешителя Духа Святаго? Для того, чтобы наставить нас, что божество едино, Бог един, нет трех богов, но этот единый Бог в трех личностях или ипостасях. И вот как раз для того, чтобы нам, людям, проще было различать между Отцом и Сыном и Святым Духом, Сын воплощается и предстает предучениками именно в единой апостаси, которая владеет и человеческой природой. Бог становится человеком. А вот Дух Святый, который приходит после вознесения Господа Иисуса Христа, он будет учить, но учить тому же, чему учил и Господь Иисус Христос, и что Христос взял у Отца. Пошлет Отец во имя Мое. Через это Иисус и подчеркивает, что Святый Дух будет действовать не независимо, а будет действовать вместе с Отцом и Сыном. Научит вас всему. Стоит греческий глагол «дедаско». «Дедаско» — это обучать, но обучать систематически. Отсюда существительное «дедаскалос» или по-русски «дедаскал», тот, который постоянно, систематически, регулярно обучает учеников или студентов. Получается, что действие Святаго Духа Утешителя будет заключаться не только в ходатайстве перед Отцом Небесным и в защите учеников, но также и в наставлении ученикам и верующим людям. Научит. Чему же научит? Научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам. Научит прежде всего тому, что связано с Иисусом Христом, с Его искупительным подвигом и действием, потому что если что-то ученики и забыли, или что-то они не до конца для себя уяснили, теперь есть тот, кто не меньше Отца и не меньше Сына, но кто может их научить и наставить. Но кроме того, что связано с Иисусом Христом и Его искуплением человеческого рода, Святой Дух будет учить вообще всему верующих людей. Поэтому святой апостол Павел и скажет, «Вы имеете помазание от Духа Святаго и знаете все». Вот это очень важно, потому что можно иногда услышать такой вопрос, а в чем достоинство нашей христианской жизни? Почему мы можем доверять Церкви только ли потому, что до нас дошли какие-то записи, устные рассказы о подвижниках, о Господе Иисусе Христе, об апостолах? Но если бы это было так, то чем христианство отличалось бы от других религий? А вот здесь, в этом 26 стихе 14 главы Евангелия от Иоанна, мы имеем свидетельство, что Дух Святый пребывает в Церкви среди верующих и наставляет нас. Таким образом, когда мы иногда говорим об интуиции верующего человека, конечно, это не что иное, как обращение к Духу Святому для того, чтобы Дух и наставил, и направил, и вразумил. 27 стих. «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам». Господь продолжает речь, имея в виду то, что вскоре будут испытания, он будет распят, и учеников ждут скорби, но при этом он оставляет им нечто большее, чем скорби, ибо он воскреснет, а потом будет с ними, потом вознесется, и через него будет неспослан Дух Святый. Поэтому, конечно же, кроме скорби и испытаний, которые уже ожидают учеников, есть нечто иное большее. Это мир Христов. Стоит греческий термин «ирини», который означает мир, покой, тишина, благоденствие. Итак, Господь дает нам свой мир, свой покой, свое благоденствие, но не так, как мир в оригинальном тексте «космос», то есть Вселенная. Не так, как эта Вселенная. Этот мир может дать вам. Господь имеет в виду следующее. С мирской точки зрения, со внешней точки зрения, вам предстоит несколько очень страшных дней, очень скорбных, очень печальных, очень напряженных, но не надо бояться, потому что впоследствии, в силу моего воскресения, вы получите особый мир. Это не означает, что уйдут скорби, но вы получите благодать и радость от меня и от Духа Святаго, который есть утешитель. Продолжение 27 стиха. «Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается». Поэтому, несмотря на разные скорби и несчастья, вы не должны ни смущаться сердцем, ни бояться. 28 стих. «Вы слышали, что я сказал вам? Иду от вас и приду к вам. Если бы вы любили меня, то возрадовались бы, ибо я сказал, иду к Отцу, ибо Отец мой более меня. Иду от вас и приду к вам». Конечно, Господь Иисус Христос имеет в виду прежде всего, что Он воскреснет и по воскресенье в течение 40 дней будет являться ученикам и беседовать с ними о тайнах Царства Божия. Но Он потом вознесется. Однако будет являться и приходить вот тем самым духовным образом, когда ученики и его последователи смогут его духовно созерцать. «И если бы вы любили меня, то возрадовались бы, что я сказал, и иду к Отцу». Итак, если вы любите меня и исполняете мои заповеди, то, конечно, вам должно возрадоваться, ибо это пойдет на пользу для всех. То, что я претерплю страдания и скорбь, и смерть, и погребения, а вы в это время будете терпеть и страх, и панику, и разбежитесь, это кратковременно, но послужит к великой пользе для всех. «Иду к Отцу, ибо Отец Мой более меня». Конечно же, когда мы сопоставляем это выражение Господа Иисуса Христа с другими аналогичными высказываниями, где Он говорит «Я Отец единый, Отец во Мне и Я во Отце», мы понимаем, что здесь Он говорит «Отец больше меня, указывая на источник божества в Отце». «Ибо Отец рождает Сына, и Отец изводит Святаго Духа». Указание на источник божества в Отце, но не на то, что Сын или Святой Дух ниже по природе или ниже по достоинству, чем Отец Небесный. 29 стих. «Вот, я сказал вам о том, прежде нежели сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется». Заранее им говорит для того, чтобы их подготовить, потому что невозможно избежать этих скорбных часов и этих скорбных дней, но предупреждает учеников, дабы они легче перенесли это испытание. И более того, когда оно придет, они вспомнят, вспомнят не только его предсказание о скорби, но и предсказание о радости, и оно должно будет их укрепить. 30 стих. «Уже немного мне говорит с вами, ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». «Князь мира сего» и «мир сей». Два замечательных выражения из уст самого Господа Иисуса Христа. «Мир сей». «Мир сей» – это мир в его падшем, греховном состоянии. И этот мир сей живет не по законам Божьим. Он живет вследствие грехопадения человека таким образом, что князем, владыкой этого мира является дьявол, сатана, падший ангел. И из-за того, что рождаясь, люди наследуют испорченность природы от родителей, в силу того, что мы при рождении уже имеем страсти. Эти страсти очень часто развиваются в течение жизни. Если мы с ними не боремся, они становятся все сильнее и сильнее. А страсти проявляются в конкретных грехах, злых делах, злых проступках. То у каждого из нас есть что-то червоточное – грех, страсть, порок, благодаря которым дьявол пытается нас починить себе. Мы, верующие люди, потому и прибегаем ко Господу Иисусу Христу, что Он через распятие, Он, преподав нам таинство причастия, избавил нас от власти дьявола. Но, конечно же, поскольку не все прибегают ко Христу, то у людей неверующих, которые не могут побороть свои страсти, всегда есть то, чем владеет в них дьявол. Поэтому дьявол господствует в этом мире. Его и называют Христос князем мира сего. Хотя мир – это Божие творение. По большому счету, все равно в конечном счете царь царствующих и Господь господствующих – это Бог. И Отец, и Сын, и Святой Дух. Но здесь, в Патшамире, здесь среди людей царствует дьявол. И поэтому Господь и говорит – идет князь мира сего. Вот для этого и необходимо было воплощение от Девы, чтобы чистым предстал Господь Иисус Христос перед князем мира сего. Но поскольку ничего нет греховного во Христе, он во всем подобен нам, кроме греха, то и дьявол не имеет никакой зацепки, не имеет за что зацепиться, за что схватить, дабы царствовать, господствовать, властвовать над Господом Иисусом Христом. Поэтому Господь идет абсолютно бесстрашно и добровольно предает себя на смерть. Он умирает не потому, что для Него смерть – есть следствие греха, как для всех нас, но умирает, потому что Он через свою смерть чистого и безгрешного человека искупает род человеческий. 31 стих. Как раз в нем эта мысль и выражена евангелистом. Но чтобы мир знал, что я люблю Отца, и как заповедовал мне Отец, так и творю, встаньте, пойдем отсюда. Таким образом Господь говорит, мир должен знать, что я добровольно себя предаю на распятие. Предаю добровольно, потому что люблю Отца, а Отец посылает Сына в мир, дабы мир искупить от греха, проклятия и смерти. Поэтому Господь Иисус Христос и говорит, чтобы мир знал, что я люблю Отца, и как заповедовал мне Отец, так и творю. И готовит апостолов к тому, чтобы закончить пасхальную трапезу и выйти из горницы, направиться в Гефсиманию на гору Елеонскую. Встаньте, пойдем отсюда. Это очень грамотно со стороны Господа Иисуса Христа, потому что сидят они в помещении, они уже многое услышали, и ему необходимо сменить обстановку, дабы ученики могли вместить в себя еще несколько важных наставлений, для того, чтобы составить правильное представление о нем, своем Господе и учителе. Ибо идут туда, в сад, и находясь там в саду, Господь показывает на виноград, виноградную лозу, и в качестве примера и символа прилагает эту лозу к самому себе, для того, чтобы через это наставить учеников. Большое спасибо за внимание. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok